Сумрачные трели, мелодию родных моих сиреней. Первое, что увидел в своей жизни маленький Пако, была гитара отца. Она висела над детской хроваткой. Первое, что он услышал, были ритмы фламенко, заполнявшие родной дом в Андалусии. Поэт Испании Гарсио Лорко говорил, что фламенко поют не горлом, а какой-то неведомой силой, которая поднимается в исполнители от самых подошв. Эта неведомая сила и завладела навсегда юным Пако. И сегодня весь мир, от Мадрида до Токио, от Торонто до Москвы, узнает ритмы народного искусства Андалусии и фламенко, слушая золотую, как ее называют все газеты мира, гитару Пако де Лусия. Добрый вечер всем. Я хочу пригласить всех советских зрителей на мой концерт. Это вечер андалузской музыки фламенко. Музыка фламенко родилась в Андалусии. Она является сплавом разных музыкальных культур и, прежде всего, культуры народа Андалусии. Отражает привычки и обычаи цыган Испании. Мне хочется, чтобы вы приятно провели этот вечер. Я очень доволен, что могу дать вам возможность познакомиться с этой музыкой, так как музыка фламенко на протяжении веков владеет моей страной. И именно она отражает обычаи и жизненные устои самых бедных слоев населения цыган. Воспользовавшись возможностями телевидения, мы еще поговорим с Пако де Лусия. А сейчас вместе со всеми войдем в государственный центральный концертный зал, где в полумраке сцены звучит всемирно первая гитара фламенко. Вы слышите фанданго «Жалобы Реали». Субтитры создавал DimaTorzok «Жалобы Реали» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пако де Лусея псевдоним музыканта Его настоящее имя Франциско Санчес Гомес Он родился в небольшом городке Ахейсеросе в 1947 году Я родился в очень бедной семье Мой отец гитарист, человек, который зарабатывал на жизнь выступлениями в ночных кабарах В то время исполнители фламенко, гитарист, кантелор, белор Как правило, по вечерам шли на различные праздники В кабаре, например Там, разумеется, люди веселились и развлекались Кто-то пил, и вот таким подвыпившим сеньором вдруг приходило в голову послушать музыку Для этого специально имелись помещения, где в таких барах кабаре собирались исполнители фламенко А тогда много часов подряд они играли, пели, танцевали для такого сеньора Иногда им за это платили, иногда нет Мое детство было довольно тяжелым Вначале я стал играть, чтобы зарабатывать на жизнь Так как мой отец не имел средств платить за мою учебу и специальное образование Когда мне было 10 лет, он забрал меня из школы и посадил за гитару на 11-12 часов в день Он сказал мне, что я должен овладеть хотя бы гитарой Думаю, что он поступил разумно в этом случае В чем-то другом я не разбираюсь, но в гитаре, да Как специалист я очень многое потерял в других сферах культуры Потому что посвятил всю мою жизнь только гитаре Но я знаю, что могу принести радость людям И сделать многих из них счастливыми тем, что я делаю Звучит аллегрия с «Жемчужина Кадису» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Я с детства мечтал о музыке Дефалии Я чувствовал себя беспомощным для исполнения его музыки Так как не знаю нот И в то же время мне казалось неуважительным играть Дефалию только на слух Однажды, думая над этим, я натолкнулся на книгу по теории музыки Где объяснял, что значит тот или иной знак Я принялся за чтение, а потом взял партитуру Дефали И начал очень медленно расшифровывать для себя все это Целый год мне понадобился для того, чтобы потом записать пластинку с музыкой Дефали Но я писал ее с большой любовью и желанием Так как влюблен в его музыку с детства Исполняется танец короткой жизни на музыку Мануэра Дефали Исполняется танец короткой жизни на музыке 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Выступал со многими известными музыкантами, такими как Альдземиола, Сантана. Игра со многими музыкантами помогла мне не в плане теоретического изучения гитары, а для моего развития вообще, и главное, для игры на слух. Я воспринимал гитарную технику, аккорды, другое. Все это привело меня к организации ансамбля с такими музыкантами, как, например, музыкант джаза Хорхи Пардо, лаз-гитара Гарлос Бетан Вайм. С ними я нахожу контакт именно как с музыкантами джаза, благодаря моим предыдущим выступлениям с подобными музыкантами. Исполняется Булериас Альмураймо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Я говорил все, что только мне в голову приходило То есть я не выступал в роли актера с готовым текстом Нет, тогда действительно нужно быть актером А я не хотел быть нелепым Все было импровизировано Музыка, слова, все импровиз Перед каждой сценой мы немного беседовали Говорили об опере, чтобы сохранить связь действий Договаривались и импровизировали заново Для съемки одной сцены Между Антонио и мною Саура должен был репетировать 20 раз Так как я сказал что-то смешное И Антонио все время смеялся Приходилось останавливать съемку А когда начинали, Антонио вспоминал мои слова и вновь хохотал Так что на эту сцену потребовалось 3 дня Но все это приятно я воспоминал Я не ожидал, что фильм будет иметь такой успех Его делали практически все время в маленькой комнате И Саура должен был вложить в него большую фантазию И научная книжка Субтитры сделал DimaTorzok 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 В Москву Пако Долусеев встретился с членами секции гитаристов. Обратите внимание, какой интересный разговор завязался там. После этого фламенко, как таковое, родилось, имеется в виду танец фламенко, несколько раньше, чем гитарный аккомпанемент фламенко. Поэтому в истории фламенко не было как таковой письменной музыки, может быть, фламенко, нотной музыки фламенко. И поэтому все исполнители фламенко с незапамятных времен, они, как правило, не знали даже аккордов специально для фламенко. И у нас были условные определенные свои обозначения, в порядке, это не нотный аккомпанемент, да, сверху или, так сказать, средний. Например, это значит тон ми, это сверху, и средний ла. Вот, и поэтому вот эти вот два аккорда основные, которые во фламенко, так сказать, были. И, ну, на сегодняшний день, тем не менее, фламенко, как таковой, не передается вот в таком письменном порядке, в дидактическом, а именно, так сказать, наследственно слушают. Это, так сказать, можно назвать своеобразной школой, так сказать, чувственной воспитанием через слух, на слух, да, воспринимать. И каждый раз более тонкой вот это вот искусство, так сказать. И тем не менее, я думаю, что сейчас наступил уже тот момент, когда техника фламенко уже должна быть где-то уже в своих определенных рамках, так сказать, письменных. Нuestros padres siempre nos decían que no aprendiéramos música porque íbamos a perder el, 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 esa, la ignorancia, esa fuerza que te da la ignorancia para la expresión misma. Потому что наши родители, Пако, говорят о том, что, в общем-то, всегда были против того, чтобы мы учили фламенко, какое-то ему давали, так сказать, нотное обозначение. Боялись, что мы потеряем вот эту внутреннюю силу жизненную, вот, которая даст свободу, выразительность, да. Импровизация, да. Но вы знаете, что, разумеется, импровизация здесь точно так же, несколько иная, конечно, как в джазе, но, тем не менее, в джазе импровизация все же организованная. Потому что существует мелодия, которую todo el mundo conoce, luego unos ciclos de accords, que se van repitiendo. Вот, плюс, так сказать, сверх этой мелодии уже аккорды, обозначенные уже, так сказать, условно, знают уже. И, так сказать, вот по этому циклическому, так сказать, аккорду импровизируется. А, так сказать, как импровизация la gente del jazz. Это, вот, в основном, джаз, а в фламенко другое. У нас ритмы. Все, вот, перечисленные, так сказать, музыкальные, как раз они ритмически отличаются. Ну, вот, и внутри ритма у нас есть фальсет. Фальсета – это фразы, в которых ты тратишь рассказать небольшую историю. Это уже именно та фраза, может быть, смысловая, в которой говорится весь сюжет, так сказать. В начале и конец. Исполняется танго «Я хочу только идти». Исполняется танго «Я хочу только идти». Se только танго «Я хочу Active peaceцстав В начале станет нат pink «Я хочу только прямvehw». Это та фраза в мире. Исполняется танго «Я хочу только идти границы и отту Santos» Исполняется танго «Я Habерпы». Фальсетовичит за данно. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Вот, и поэтому я с детства, в общем-то, жил где-то и знал очень многих цыган. И поэтому моя философия жизненная, она тоже где-то цыганская, потому что я, в общем-то, воспитывался на улице и среди цыган тоже. Вот, поэтому мои друзья очень много среди цыган друзей. Но, тем не менее, я пережил очень тяжелый момент в моей жизни. Потому что моя жизнь, в общем-то, я жил всегда как цыган, вот именно по манере жизни. Вот, и тем не менее, пришел день, когда я понял, что, ну, ведь я же не цыган. Вот, и поэтому внутренний, у меня был внутренний конфликт противоречий, что я вроде бы и цыган, и не цыган. Потому что каждый человек должен быть самим собой. И вот поэтому наступил такой день, когда я понял, что если я, так сказать, буду где-то ограничиваться только где-то вот атмосферой цыганской жизни, цыганской музыки, это где-то меня ограничивало. И я попытался выйти из этого окружения несколько, чтобы расширить уже свой диапазон. Потому что музыка цыган, она тоже в какой-то степени лимитирована тоже одним где-то направлением. Поэтому мне было необходимо просто расширить уже где-то мое видение. Вот такой горизонт несколько расширил. Но я очень доволен, это меня очень радует, то, что люди, с которыми я, так сказать, все время общалась, вот с теми же цыганами, молодые уже ребята, которые занимаются гитарой сейчас, они уже следуют за мной, то есть они тоже расширили свои пути. Потому что я, в общем-то, где-то боялся сначала, что я останусь где-то вот там, на той границе, только с ними и не выйду шире. Вот, а, так сказать, для меня это где-то и уверенность, и удовлетворение. То, что они последовали за мной, значит, это тоже путь. Потому что, безусловно, что лучшие исполнители фламенко в Испании, это цыгане. Пако, а женщина у вас играет фламенко? Я знаю, что вы любите живописи, хочу вам подарить одного из русских художников. Вот этот художник всегда искал дуэнда. Пинтор русский, который искал дуэнда, а Врубель, это магнит. Вот испанский его сюжет. И Врубель, действительно, нет ничего особенного. Еще, вот мы прошли в журнале, в журнале, в интервью, в Баганьке, что у вас дома трое малышей, это мальчики или девочки? И, также, еще одна вопрос, мы читаем на ревизе, что у вас есть три детей, которые были в журнале или женщины? Две девочки и один мальчик. И они тоже будут идти в своей жизни? Нет, я думаю. Думаешь, что нет? Как мы почти всегда говорим. Нет, потому что... Нет, потому что... Нет, потому что девочки, конечно, нет. Но, с девочкой, точно нет. Но, с девочкой, мне бы хотелось бы, но не было профессионально. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы мальчик играл, но, чтобы он не был профессионалом. Потому что, я думаю, для него просто будут сложности превзойти вот этот миф о его отце. Это будет где-то тяжело, мальчик. И поэтому я не хочу, чтобы у него были в этом плане сложности. Потому что у меня было более чем достаточно сложностей, даже не имея знаменитого отца. Вот, и поэтому это, так сказать, двойная нагрузка где-то на психику, в общем-то, человека. И гитару, на самом деле, гитару нужно любить, и она сводит с ума. Когда я играю, то не думаю, я блуждаю в музыке. Держа в руках гитару, я ищу ощущения, постоянно ищу. Я не могу играть заучено. В таком случае мне скучно. Я не учу технику. Я ищу всегда новые силы и новые пути для моей музыки. Исполняется популярная румба среди двух вод. Исполняется популярной румбы. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ага. Карлос. Тауле Дакар. Англоте. Казахстан. Армирая. Олег! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! У меня нет заученной техники. Моя техника идет от чувств. Как я уже говорил, я следую традициям музыкантов моей страны в рамках закрепившейся музыки фламенко. Внутренний огонь, даже своеобразная злость, темперамент, присущие этой музыке. Это и есть та сила, которая помогает мне играть так, как я играю. Я автор всей исполняемой мною музыки. А когда защищаешь свою музыку и хочешь ее показать, хочешь научить ей других, передать ее людям, то ищешь пути, чтобы все было чисто и с достаточной силой проникновения. Думаю, это движет моей музыкой. Я сторонник индивидуальной манеры игры, чтобы каждый гитарист показывал свою собственную технику и личность. В технике игры на классической гитаре есть устоявшаяся система для всех единая, которая, на мой взгляд, отрицательна. Ведь, независимо от размера руки, пальцев, каждый гитарист должен класть руку на гитару одинаково. Это против самой природы. Постановка руки должна быть индивидуальна. Я, например, часто встречаю большие проблемы с сухожилиями у гитаристов. Я советую каждому новичку, приступая к игре на гитаре, положить руку свободно и естественно на инструмент, так как ему удобно. Рука должна падать на гитару очень легко и непринужденно. Что же это за чудо-инструмент? Эту гитару сделали мастера из Валидолида. Они живут в Мадриде. Они происходят из семьи старых гитарных мастеров. Самый первый среди них был Доминго Эстесио, который делал гитары еще для моего отца и всех гитаристов своего времени. А эти мастера из Мадрида являются племянниками Доминго Эстесио. Братья Конде. Они делают очень хорошие гитары. У меня есть гитары со всего мира, где-то около 30 гитар. Среди них гитара Рамирос, Великого мастера по гитарам или другая японская. Слово, отовсюду, самых разных типов. Но я играю на гитаре Братьев Конде. Вы видели что-нибудь в Москве? Нет, практически не было для этого времени. Мы играли по два концерта в день. К тому же еще и все эти пробы со звуком к зазу. Так что времени свободного не было. Единственным обязательным для меня было посмотреть Кремль. Это чудо. Желаем вам успехов. Спасибо. Rubен Дантас. Carlos Benavent. Jorge Pardo. Manuel Soler. И три брата. Петер Де Лусиа. Рамон Де Альфа-Сирос. Пако Де Лусиа. Мы присоединяемся к этим аплодисментам и благодарим Пако Де Лусиа и его ансамбль за прекрасную музыку. Пако Де Лусиа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok